Всем привет, мои любимые! Сломалась у меня опять штучка, штатив, который клеится. Помпочка одна выпала и не могу найти ее внизу. Я отработала, мои любимые, уже. У нас время полчетвертого, пришла, быстро собралась, Алиночка спала, я быстро поехала по делам, по работе. Потом, значит, ну, неотложные такие дела были. Сейчас заехала в булочную, купила вкусненьких пирожен доктору, всяко-разно. Ну, такие, правильно. У нас очень хорошая булочная, есть кондитерская. Куда заехала быстренько. Что дома уже цветы эти носили? Ну, смысл. Сегодня мне нужно будет еще с вами приготовить обязательно салатик вкусненький с запеченными перцами. Вообще шикарный рецепт нашла, вообще две минуты, мне кажется, вкусно. Я же даже чувствую, как он пахнет. Потом, значит, надо сварить мне супчик, быстренько. Но еще мне надо вернуться в офис в пять часов, люди. И, конечно, я буду ждать свое сердце. Сегодня приезжает моя девочка, любимая моя. Она сделала с ней в субботу. Нам нужно кое-что сделать, закончить, завершить, скажем так. И без ее присутствия это невозможно, потому что все на нее. Вот. Поэтому у меня прям сердце, сердце, сердце мое выприкивает. Обниму. В своей кроватке будет спать. Моя любовь достойнейшая. Великая моя. Одна из двух, трех девочек и двух мальчиков. Вот. Поэтому жду очень. Ну, еще придется мне сегодня поехать работать. Съездила я замечательно. Краснодар, конечно, меня встретил дождем. Но ничего. Воздух другой, климат другой. Абсолютно все другое. Единственное, что, конечно, тяжеловато мне было одним днем. Я же ночь накануне не спала. Потом побежала на самолет. Потом после встречи успела на поезд. Ну, сразу я забирала два места в вагоне. Ну, в СВ. Закрылась и все. Как будто меня не было. Это же ужас. Ну, организм-то свое забирает, конечно. Ну, и все, приехала пока туда-сюда и уже ехать по делам. Вот таким образом. Весь день мы сейчас построены. Будем сегодня с вами обязательно готовить, кушать. Я уже соксучилась по этому, как я снимаю, как я вам показываю. Большое спасибо всем моим дорогим и любимым подписчикам, которые пишут мне столько теплых слов. Все читаю. Не сразу могу отвечать, но стараюсь отвечать. Очень благодарна каждому из вас. Вы такие же замечательные, как и то, что пишете вы мне. Понимаете? Вот все равно я считаю, что намного больше хороших людей, чем плохих. Ну, про плохих людей мы с вами даже говорить не будем. Мы их просто блокируем и все. Ну, просто жалею внутри. Я думаю, что и вы жалеете их. Ну, бог с ним. Вот так. Ой, отъехала в заднюю машину, да? Прости, чуть-чуть назад. Да, потому что неудобно припарковалась. Мест нет около клиники. Я езжу в Диалайн, вот сюда, на Карбышево у нас. Здесь мой доктор замечательный, любимый доктор принимает. А завтра тоже день расписан. Завтра мне ого-го придется поездить. Ничего страшного. А вечером у нас ужин. Приедет вся семья. Все соберемся. Накроем большой стол. И, в общем, уж будто до машины сможет заехать, понимаете? Мои любимые, добрый вечер. Я уже дома. Поставила варить бульончик куриный для Ксенечки. И, значит, ну, не только для Ксенечки, для всех, конечно. Просто я думаю, что она здоровая, может быть, жизненького захочет. И мы с вами делаем быструю и вкусную закуску к основному блюду. Вот у нас основное блюдо сегодня это сомятина. Мы берем всегда в одном и том же месте у горгена сомятина на мангале. Шикарные ребята делают кусочки. Видите, ни жиринки, ничего. Сейчас, возможно, еще сделаю картошечку. Отварил, знаете, как по-деревенски на четыре части. И сделаем очень вкусную и быструю, сытную. Так как Ксенечка у меня любит очень грузинскую кухню. Грузинская кухня подразумевает с собой обязательно хмели-сунели. Сейчас маечка моя меня поправит. И грецкий орех. Кинза. Кинзы я не нашла. Поэтому буду использовать сухой кориандр. Что мы с вами в первую очередь делаем? Конечно, мы берем с вами грильницу. У кого-то это гриль-сковородка, у меня есть грильница. Нам нужно запечь болгарский перец. Я его вычистила. Вот так развернула плоско. Мой гриль нагрелся. И мы уже можем с вами укладывать перец в грильницу. У меня здесь четыре перца маленьких. Ну, средних, скажем так. Все, закрываем на пять минут. Так, наш весь перчик, ребята, готов. Теперь нам нужно с вами, он подостыл, нарезать полосочками. Так, ну что, мы с вами начинаем миксовать нашу закусочку. Сейчас мы его развернем. Итак, у нас получается сварим перчик на полосочки, запеченный, разрезанный на полосочки. Не мельчите только, чтобы не были совсем тоненькие полосочки. Дальше у нас идут оливки. У меня крупные оливочки. Я их резала на четыре части. Дальше у нас идут с вами зеленый лук. Дальше мы добавляем с вами грецкий орех. Ну, вот столовую ложку, но такой салатник будет достаточно. Грецкий орех. И все, конечно, лучше добавить в свежем виде. Но так как у нас нет зелени сегодня в магазине, нам придется добавить в сухом. Чуть-чуть петрушки для вкуса. Чуть-чуть для вкуса укропа, совсем чуть-чуть. Кинза. Ну, то есть кориандр. И нам еще нужно хмели-сунели. Хмели-сунели. Немножечко добавить лимонного сока. У меня вот такой. Для вкуса. Оливкового масла я добавлю с чесночком в боржес. Мало. И нужно посолить. Так как у нас уже много с вами приправок, мы солим обычной солью. Аккуратненько перемешиваем. Чудесная закусочка. Чудесная. Необычная. Много вкусов. Печеный перчик, оливочки. Из лимонного сока. Хмели-сунели, грецкие орехи. Оливковое масло. Это вообще всегда беспроигрышный вариант. Все. Итак, мои любименькие. Вот такая вкусная и быстрая закусочка у вас на столе. Ароматная, красивая, красочная. И очень-очень питательная и правильная. На сегодня это все, мои любимые. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Я рада каждому из вас. Завтра будет новый день и новое видео. До завтра. Продолжение следует.